какое счастье у нас перевели часы наверное у всех перед у нас перевели часы и все перевели часы и поэтому теперь вот то же самое время сейчас что там чуть чуть больше 7 утра и уже солнышко смотрите ребята мои охотятся послушайте какая тишина тишина знаете почему потому что мы позвонили в animal control и соседи вокруг нас тоже позвонили все и в этот же день буквально сразу же приехал контроль оставил им записочку и все животные ушли теперь нету ни козла не икуры ничего потому как это нелегально мы черте города у нас самая главная центральная улица вот буквально в нескольких метрах от нас но параллельная улица и мы идем я понимаю что дети хотят молока и так далее но тогда ребята но не на центральной же улице как заводить для этого смола от гаэн и чипси я сейчас собираюсь в соседний город на проверить магазины вчера был хэллоуин я у меня правило такое никуда не выходить в этот день никаких поездок особенно длительных короткую там в этот магазин это одно дело вот это был быстрый разгон ничего себе что-то было такое смола дороге господи иди кушай быстрее а то похудеешь такой рывок был молодец горжусь тобой смола она только что стояла вот там во весь рост и заглядывала в куст внутри потому что там живут птицы тем более девочка моя мама еще в пижаме смотри есть да все позавтракали все позавтракали теперь можно и собой заняться и вот в чем-то я сказала что правило у меня одно хэллоуин никуда ни на какие длинные расстояния и и вчера было очень плохое известие теперь просто то что только нужно помолиться за людей самола what your problem what your problem пошли домой а пошли домой маленькая эй а лапы кто будет вытирать ёлы-палы самола глянь а ну-ка мойся давай сейчас я дверь вот эту закрываю куда никто не пойдет никто никуда не пойдет изнано сейчас пойдешь сразу на подушки нет мой лап и свои сначала первым делом мой лапы свои а потом пойдешь на подушке понятно надо быть с ними строже нет тамола посмотри что ты мне тут оставила он я вижу раз два три давай вылизывай свой лапы сначала эти как важно быть быстрым а только сейчас уже пошла бы на подушке все пошла дальше Она еще не решила, где ей нужно быть. Чипси! Я не вижу чипси. Что ты себе такая прям напряженная самого? Давай, у тебя еще есть немного времени. Хорошо, ребята, тихие, не кудахтают, не бегают. Тихо себе ходят по двору, проверяют жучков, паучков. Что ты недовольна? Иди вон там закопай кучу. Гарлик зашел. А теперь она будет играть и представлять из себя бедную кошечку. Да? Бедную кошечку будешь представить? Мне теперь нужно... Видите, вот они лапы оставляют. Я вот из-за чего не люблю осень-зиму, потому что все стекла вот на этом уровне, пока они достают, всегда грязные, залапанные. Смотрит она на меня. О, открываешь дверь, она убегает. Закрываешь дверь, она прибегает. Что-то с ней сегодня не то. Я приехала пройтись по магазинам, и мои магазины как раз вот находятся на этом углу, где на прошлой неделе произошел у нас очень плохой случай, когда девушка... А, был парад перед тем, как проходили две игры. Вот видите, там вот на той стороне, на углу место цветы, кресты. Здесь погибли люди неделю назад. Короче, девушка, 25 лет ей. Она на полной скорости, на машине. Были преграды какие-то, стояли. Она врезалась в толпу людей, которые смотрели этот парад. Дети, люди, сразу же погибли, 8 человек. И среди них двухгодовалый ребенок умер на следующий день. Вообще, ужасная, конечно же, история. Каждый день люди гибнут. Боже, какой ужас. Ну, знаете, особенно как-то вот очень коробит, когда это люди делают специально. Вот она делала это специально. Она объехала одну преграду, она объехала вторую преграду, и в конце концов она проехалась по людям. Люди вытаскивали людей из-под ее машины. Это ужасно. А теперь адвокат ее говорит, что у нее были mental problems. То есть она была не в себе. Ну, ей, конечно же, это срок не сойдет. Ментал не ментал, но она будет отвечать по закону. Я зашла в местный магазин, потому что мои еще закрыты. И вот стою и слюнки пускаю. Посмотрите, какая прелесть. Я обожаю оливки. Это зеленые оливки с пика. А я не знаю, что такое пика. Ну, видимо, с какими-то приправами, да? Ну, вот это голубой сыр с оливками. Это греческий фето-чейст салат. Вот это у нас идет гарлик. Это, сами понимаете, это чеснок и перец. Тоже зеленые оливки с чем-то. Вот здесь, видите, можно взять штучку, положить себе, купить. Вот это идет у нас пеппа. Это тоже какой-то перец. Перец красный, зеленый. А вот это маринованные, сушеные помидоры. Так, вот это называется сладкие сердца салат. И это микс аликс салат. Ну, микс, да? Понамешали там всего. Ой, ну как же хочется, ну аж потом как дышать? К ним, вот видите, разные кракеры можно купить. Аликовое масло. Я купила себе капучино в Старбакс. Это я нахожусь сейчас. Это обычный продуктовый магазин. Видите? Тихо, спокойно. И вот у них есть такой отдел Старбакс с кафе. Это специальное место, где вы можете посидеть тихо, спокойно. И, в общем-то, дожидаюсь еще немножечко минуточек и пойду. Итак, у нас воскресенье. Я приехала пройтись по магазинам. И никак я не могу запомнить расписание всех магазинов. Что в субботу они открываются в 10, а в воскресенье в 11, а некоторые в 12. В общем, короче, приехала я. И 40 минут еще пришлось мне ждать. И поэтому я сходила в местный магазинчик наш, который продуктовый, он открыл все время, 24 часа. И там кофе, и там, в общем, просто поглазеть, хотя бы немножечко убить время. Погода вообще суперская просто, опять классная погода. Вот у нас одеваются люди так иногда. В основном у них идет вся одежда, это обувь. Я приехала зачем? Потому что мне нужны какие-то какие-то теплые вещи. То есть нужно посмотреть какую-то куртку, какую-то шапку, вот так, чтобы иметь какие-то, может быть, какую-то обувь, если получится, показать, я покажу. Дело в том, что у меня здесь вообще практически ничего не снашивается. Я как вспоминаю нашу погоду в России, господи, сколько же у нас одежды уходит, сколько у нас обуви мы тратим на все это, на все эти межсезонья, на эти погоды страшные. Здесь, конечно, такого нет. Здесь вот просто выкидываешь одежду, потому что она надоела, потому что хочется что-то новое купить. И тем более цена, когда позволяет, когда ты знаешь, что ты купил с 75% скидкой, да ну ее, да, и выкинул, пошел купил новую, как-то проще намного, не держишься так вот за это. И поэтому, конечно, ну уже если раньше там за сапоги, за 150, за 200 и выше там долларов покупала зимнюю, но у нас иначе не купишь, у нас, ну это по крайней мере так было лет 8 назад, 7, да, потому как если ты купишь дешевле сапоги, они будут ненатуральные, будет холодно, ты просто замерзнешь, окоченеешь там где-нибудь на остановке, примерзнешь и навсегда. Вот, поэтому приходилось, просто у нас выхода нет такого. Вот, а здесь зачем? Здесь зачем? Покупаешь какие-нибудь ненадолго себе, потому что знаешь все равно, что ничего не снашивается, я еще ни одной пары не выбросила, потому что они там разорвались или еще что-то. Я их выбрасываю просто потому, что они мне надоели, и все. Вот, поэтому сейчас просто посмотреть, что новенькое, чтобы быть готовым к холодному сезону. Я-то на машине, конечно, все время, мне как таковая одежда, обувь, ну особо так прямо не горит, я нигде пешком не хожу, но по работе я стою иногда минут 25 на улице, вот так, как солдатик, да, поэтому мне нужно обязательно что-то иметь. Наши оклахонские ветра, они не пожалеют, они тебя продуют вот так вот все твои косточки насквозь, все твои ребрышки вот так пройдут, и обратно вернутся еще раз пройдут. Этот город у нас многие любят очень. Он крупнее размером, здесь все очень удобно, здесь хороший медицинский центр, кстати, потому как люди здесь вот так думают, что чем старше ты становишься, тем ближе надо быть к крупному городу, потому что лучше медицинское обслуживание. Вот мой кофе. Рестораны, наличие ресторанов. Любят люди есть в хороших местах, ничего с ними уже не поделаешь. Потом хорошие магазины с продуктами. Потом, ну, естественно, работа. Для таких людей среднего возраста должны быть возможности работы, а большой город – это всегда большие возможности. Есть и минусы, конечно же. Больше людей, больше толкучки, дороже жилье, выше налоги. Такое тоже есть. Но выше зарплаты бывают. Ребята, ну открывайтесь уже, надо время проверить, сколько там времени.